Добрый, добрый, добрый день! А сегодня я вам хочу рассказать о лекарственных свойствах такого растения, как юка нитчатая. Прошло время цветения, две недели нас радовала такая прекрасная стрела, и цветочки постепенно начинают опадать. И я вас хочу научить, чтобы вы не потеряли такую возможность собрать тоже такое прекрасное лекарственное растение, как юка. Мы им не только любуемся, но и можем еще поддержать свое здоровье. Значит, я вам рассказала, что листья у юки – это семейство агавок. И листья, видите, какие они? Они содержат дубильные вещества. И если мы можем срезать вот здесь вот внизу листики, высушивать, мы можем использовать для лечения накожных заболеваний, таких как псориаз, сибария, все, что связано с юдом. Как правоостанавливающиеся, все болит мне тоже очень хорошо, именно листья, как ребят, заваривать листья и делать такие кремочки. Потому что, конечно, здесь дубильные вещества и незаменимые, он, конечно, для лечения кожных заболеваний. В Америке индейцы используют здесь такое вещество, вот эти вот, как видите, для укрепления ткани. Мы сейчас говорим о лекарственных средствах, поэтому нам для такого употребления, конечно, листья не пригодятся. Потому что, вы знали, листья незаменимы при любых накожных заболеваниях. А вот о цветочках я вам хочу, конечно, рассказать отдельно. Они, конечно, такие нежные, красивые и очень жалко расставаться с ними. Поэтому, ну вот у нас сейчас дождь идет, когда будет солнечная погода и цветочки будут уже в стадии осыпания, Вы их обязательно соберите, засушите и добавляйте в сборы трав и можете так, конечно, применять. Йогу применяют в официальном медицине для использования гормональных, изготовления гормональных препаратов. И для нас это такое, скажем так, легкое гормональное тоже средство. Мы можем его использовать для поддержания организма, особенно если у вас какие-то гормональные проблемы со щитовидкой. Ну или, конечно, когда уже женщины там в определенном возрасте, то принимать такой чай из йоги, это, конечно, будет незаменимое для вас средство, натуральное, легкое, мягкое. Поэтому, ну, не упустите возможность использовать вот такие цветы йоги для поддержания своего гормонального фона. Здесь находятся стероиды, поэтому для организма, конечно, это очень такое нужное вещество. И еще я вам хочу рассказать, что, конечно, так как века обладает дубильными свойствами, это и противовоспалительное, и противоаллергическое такое средство. Но я хочу обратить внимание тех больных, у кого есть проблемы с кишечниками. Если есть полипы, эрозии, какой-то дискомфорт, особенно метеоризм, то йога очень хорошо, ну, в этом направлении, скажем так, работает. Она убирает и дискомфорт, сведения официальной медицины, что она и полипы борется с ними. Поэтому для желудочно-кишечного тракта использовать обязательно именно цветы йоги. Можно, конечно, и листья, но мы с вами придерживаемся мягких средств, поэтому листья более концентрация большая. Ну, поэтому я все-таки рекомендую остановиться на цветах йоги. Это вот желудочно-кишечный, но именно на кишечнике я вот хочу обратить внимание, обязательно используйте. Так как здесь выбирные вещества, то, конечно, она может немножко сгущивать кровь и поднимать давление слегка. Поэтому вы тоже это учитывайте. Ну, саму йогу очень хорошо используют в сборах трав. Ну, можно и так добавить, конечно, вы поняли, и в ванной можно добавлять. Будет очень хороший результат и косметологическим средством лосьона делать. Поэтому йога, конечно, не заменена вот этим заболеваниям. Обязательно высаживайте йогу, вот так любуйтесь, украшайте свой сад цветами и создавайте вот такую эстетическую красоту. И применяйте обязательно для своего здоровья. Не пропустите время собрать вот эти вот цветочки. Это очень-очень для вас будет важно, а не берет время. То, что украшайте своими цветами.